Беседа о вере. Здесь целый цикл. Беседа о вере. Вера твоя спасла тебя. Он же сказал ей, Черь, вера твоя спасла тебя, иди в мире, и будь здорова от болезни твоей. Евангелие от Марка, 5 глава. Несколько раз в Евангелии мы встречаем указания Господа Иисуса Христа на веру тех, кто исцелился от Него. Так женщина, 12 лет страдавшая кровотечением и безрезультатно истратившая все свое имущество на врачей, несмотря на иудейские запреты к кому-либо прикасаться, возложила всю свою надежду на Иисуса Христа и получила исцеление от своей болезни. Прикосновение к краю одежды было со стороны женщины не проявлением суеверия, то есть верой в магическую силу Христа. Господь подтверждает, что ее исцеление произошло именно благодаря ее настоящей вере. Тем самым Господь отсекает возможное предположение о суеверии исцелении кровоточивой женщины. Спасение верой в данном случае имеет смысл не только исцеление женщины от болезни, но также духовного спасения, приобщения к вечной жизни через ее веру в Иисуса Христа. Господь отпускает женщину с миром Божиим. Иди с миром, говорит. Призыв идти с миром означает, что женщина может быть свободна от своего прошлого и смело вступить в новое будущее без своей болезни. Будь здорова от болезни своей, означает, что женщина всегда избавлена Богом от этой болезни. Последовала ли исцелённая женщина за Иисусом? Евангелие нам об этом не сообщает. Событие исцеления кровоточивой женщины происходит на пути Иисуса Христа к дому Иаира, начальника синагоги, дочь которого была при смерти. Исцеление женщины могло укрепить доверие Иаира к Иисусу Христу. Он был свидетелем исцеления через веру. Когда пришла весть из дома Иаиры, что его дочь умерла, Господь ободряет его призывом не бояться, но веровать. В Ивангельском эпизоде об исцелении слепого Вартимея, Евангелие от Марка 10, глава Луки, «Господь также указывает на его веру, которая позволила Богу совершить исцеление. Иисус сказал ему, иди, вера твоя спасла тебя». И он тотчас прозрел и пошёл за Иисусом по дороге. Марка 10, глава. Вартимей не видел телесными зрениями Иисуса Христа, но только слышал. То, что он о нём слышал, возбудило в Вартимея веру в Иисуса как Мессию, который может его исцелить от слепоты. Будучи исцелённым через веру, Вартимей последовал за Иисусом Христом. Указание на веру исцелённых встречается также в рассказе об исцелении десяти прокажённых, Евангелие от Луки 17, глава, и помазание Иисуса грешницей, Луки 17, глава. Из десяти прокажённых только один самарянин уверовал в Иисуса Христа, поэтому пришёл воздать ему благодарение. Грешная женщина уверовала в Иисуса Христа и проявила свою веру в помазании маслом и покаянных слезах. Её веру Господь приводит в пример жестокосердному фарисею Симону, который укорял Иисуса за принятие грешницы. «Если бы он был пророк, то знал бы кто и какая женщина прикасается к нему, ибо она грешница». Евангелие от Луки 7, глава. Из различных евангельских рассказов мы видим, что Господь Иисус Христос ставит в пример веру людей, которые всё своё доверие и надежду возлагают на Него. Аминь. Аминь. Слава тебе, Боже, слава тебе, Боже, слава тебе, Боже, слава тебе, Боже. Благодарим Тебя, Христе Божий наш, что Ты не отверг меня грешника, но удостоил меня приобщиться к святым Твоим. Благодарю Тебя, что меня недостойного причаститься, причастлив Твоих и небесных даров Ты удостоил. Но Владыка Человеколюбец ради нас, умерший, воскресший, даровавший нам эти страшные жутрящие Твои таинства во благодеянии освящения души и тел наших. Сделай, чтобы они были в небо исцелении души и тела, во отражении всякого врага. Просвещение очей сердца моего в мир душевных моих сил, вёру твёрдую, в любовь нелицемерную, в исполнении мудростью, в соблюдении заповедей Твоих, в умножении Божественной Твоей благодати, Твоего Царства приобретения, чтобы от сохраняемой имени восвященную Твоем я всегда помню, билость Твою жил уже не для себя, но для Тебя, нашего Владыки и Благодетеля. И таким образом, уйдя из здешней жизни в надежде на жизнь вечную, достигая места вечного покоя, где непрестанный глаз празднующих и бесконечное наслаждение взирающих на несказанную красоту лица Твоего, ибо Ты истинное, в своестремление и неизъяснимая радость любящих Тебя, Христос Бог наш, и Тебя воспевает все творение вовеки. Аминь. Владыка Христе Божий, Царь веков и Создатель всего мира, благодарю Тебя за все блага, которые Ты дал мне, и за причащение в речистых и желтворящих Твоих таинств. Молю же Тебя, благое человеко, любивый, сохрани меня под покровом Твоим, и в тени и крыльях Твоих, и дару нечистую совестью до последнего моего вздоха, достойно причащаться святым Твоих. Прощение грехов и в жизнь вечную, ибо Ты хлеб жизни, источник освящения, податель благ, и Тебе славу воссылаем со Отцом и Святым Духом, ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Давши в пищу мне плод Твою добровольно, Ты огонь сожигающий недостойных. Не сожги же меня, Создатель мой, пройди лучше в члены тела моего, во все составы, во внутренности, в сердце, и сожги терния всех моих согрешений. Душу очисти, освети мысли, колени утверди с костями вместе, просвети пять главных чувств, всего меня припозди страхом пред Тобою. Всегда зачищай, храняй, береги меня от всякого вредного для души дела и слова. Очищай, омывай, устрояй меня, украшай, разумляй, просвещай меня. Яви в меня от Твоей обитий, юбиного духа, и уже не обитий в греха, что выдержает меня по принятию причастия всякий злодей, всякая страсть, как дома Твоего, как от огня. Податая безо себя, Тебе представляет всех, святых начальников, о поле не сплотных, при Тебе твоего мудрых апостолов, и святых, Твою непорочную ичинственную матерь, при имени и хмали, в милостеренном иискотстве, Сыном Светом Садилов, Твоего Служителя, и в обвинительное благое освещение, а также сияние душ наши, и тебе, как подавает Богу и Владыке, и всем и славу воскресаем каждый день. Я устрою, что Твоя Господь, и Господь, и Господь Бог наш, забыл, и в любви, и Господь, 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 и Господь.